Всем привет, добро пожаловать на мой канал, 5 сентября, продолжаем обсуждать войны печенегов, хочу немножко поговорить о комментариях. Я уже делал отдельное видео, которое посвящено комментариями, и по комментариям очень легко судить среднестатистического россиянина или пророссиянина. Комментарии не конкретные, треть комментариев, она оскорбительна, другая треть, она не конкретна, она такая-то самая, а кто ты такой? И остальная треть это, а вот на западе госдолг. Грубо говоря, так делятся все комментарии, большинство комментариев под моими видео. И один меня, это самое, порадовал, очень порадовал, я уж прям вот, это самое, меня назвали дилетантом. И в этом плане, ну, давайте обсудим меня, почему нет, это самое. Я живу в Канаде, живу больше 20 лет, нужно как-то сравнивать дела меня и, ну, грубо говоря, среднестатистического россиянина, или не среднестатистического россиянина, вы мне скажите, если я где-то не прав. Пожалуйста, конструктивно, то есть, что меня отличает от среднестатистического диванного эксперта и среднестатистического россиянина, вы уже, я вам дам факты, а вы уже решайте сами. Ну, где начнем? Ну, самое простое, да, как бы, я родился в СССР, я родился в Воронеже, застал пик и рассвет СССР и видел, как он медленно, но усердно разваливается. И это я все прочувствовал лично на себя. Потом я жил в Израиле, служил в израильской армии, я механик F-16, немножко в этом разбираюсь. И после армии я улетел в Канаду и здесь успешно развиваюсь. Это так, вкратце. У меня семья, дети, все как надо. Немножко про финансовые, если это важно, то есть, вот, ну, допустим, да, для сравнения. Значит, нынешняя налоговая система, которая сейчас повышает налоги в России, которая говорит, что не беспокойтесь, это вас не затронет, 3% россиян это заденет только всего лишь навсего. Вот, это те, у кого зарплата больше 2000 долларов в месяц. У меня намного больше, чем 2000 долларов в месяц. В несколько раз. Поэтому, то есть, успешность моя с точки зрения финансов, она в разы больше, чем у среднестатистического россиянина. Я, в принципе, живу статистически лучше, чем среднестатистический канадец. Намного лучше. Я живу в одном из самых дорогих районов Торонто. И, в принципе, один из самых престижных районов в Канаде в целом. Дом у меня, ну, сейчас трудно его оценить, учитывая, что курс рубля, он искусственный. Но до того, как он был настоящий, далеко за 100 миллионов рублей, группа говоря, да. Я часто езжу за границу, в отпуск или по делам. И, ну, не знаю, самое, что меня, я считаю, да, вот я так считаю, что меня отличает от среднестатистического россиянина или другого эксперта, это то, что я очень много путешествовал. По работе и лично я посетил более 50 стран. И это все было как бы плюс-минус своими ножками. Это не я там сидел где-нибудь, то самое, в Волокклюзиве в Египте или в Таиланде. А именно я гулял, ходил, брал туристические экскурсии и тому подобное. Я общался с живыми людьми, не смотрел это на резорте и то самое. Постигал страну уже своими глазами. Мне есть чем сравнить. С точки зрения среднестатистического человека, вообще человека в целом, я мир видал. Вот, я видел мир. Я его могу сравнить, где хорошо, где плохо. Я ходил по маленьким улочкам, грязным улочкам, кушал в дорогих ресторанах, общался с крутыми дядями и тетями и тому подобное. Мне есть что сравнить. И российскую политику и экономику я наблюдаю очень близко лет так 20. И обсуждаю и читаю ежедневно, ежели не чаще, ну хотя бы лет так 10. Вот, то самое. И делаю это из личных побуждений, мне это самое, мне никто не за это ничего не платит. Вот, мне просто-напросто нравится анализировать. Я, у меня технический склад ума, я на все проблемы ищу, автоматически ищу решения, хотя желания нету этого делать, потому что это берет кучу личных ресурсов, забирает кучу уйму времени, но я не могу остановиться. То есть, вот у меня такой склад ума, я вижу проблему, я ее пытаюсь решить. И учитывая то, что я видел много-много стран, много-много городов, я видел, как люди решают проблемы. Самое интересное, что некоторые вещи, которые я здесь замечаю, как проблемы, я прилетаю в другую страну, и я вижу, что у них есть такое решение, то, что я здесь придумал, не зная о их методе, я приезжаю, о, я вот так вот точно продумал, один в один, вот так оно должно быть, я продумал, расписал у себя в голове, иногда даже делаю зарисовки на бумаге, я приезжаю в другую страну, они уже это придумали, они это уже имплементировали. Ну, вот так вот, плюс-минус. Теперь насчет моего дилетантства. Я среднестатистический, очень успешный человек в Канаде, по сравнению с Россией не говоря, и в мире в целом тоже, как бы, мой уровень достатка, дохода, и сколько я там могу себе позволить, вот, он находится в пятерке, 5% населения мира, а то и полпроцента населения, несмотря на какие страны, там, Китай, Индию, добавь, так я вообще миллиардер. В этом плане, когда мы начинаем сравнивать успешных, неуспешных, нужно говорить более реальными, да, то есть, если мы возьмем настоящие цифры России, не то, что официально, то, что все, что официально, оно притерто, оно притянуто, оно подкрашено, подбелено, а настоящие, вот, только очень-очень успешный бизнесмен, успешнее меня, очень успешный бизнесмен, настоящий, вот, таких России единицы, вот, все остальное это проворованное, или кто-то сидит на госконтракте, что по факту проворованное. Это не показать, ну, как хотите, да, то есть, какой-нибудь депутат, да, зарабатывает больше меня, но какой-нибудь депутат, давайте возьмем не депутата, давайте возьмем президента. Вот сейчас президент России поехал в Монголию, чтобы его там не арестовали, он пообещал вложиться в монгольскую инфраструктуру. Я понимаю, что он вкладываться никуда не спешит, но если он будет там строить свои проекты, а, скорее всего, это так и будет, то они, будучи российские компании, зарегистрированы в Монголии, покупая западные продукты, вот, потихонечку будут что-то перевозить, это самое, себе обратно домой, будь то компьютеры, будь то чипы, будь то еще что-то, то есть, человек на уровне президента должен вляпываться в махинации на сотни миллионов долларов, чтобы вылезти из того дерьма, который он сотворил со страной. Я могу просто поехать в Монголию, билетик, гостиница, и я там в течение 24 часов. Не нужно мне перенапрягаться, не нужно придумывать махинации. Я побывал в больше стран, чем Путин, и я это могу продолжать делать. Я могу побывать практически везде, ну, скорее всего, за исключением Северной Кореи. Вот, не то, что я особо стремлюсь туда, еще пару стран Африки там тоже делать нехто. Вот, поэтому, насколько я некомпетентен, насколько я, то самое, дилетант, Давайте, опять же, судить по то самое, по достижениям самого лучшего представителя российской нации, президенте, да? При, на последних Олимпийских играх Россия заработала ноль медалей, ноль, да? Все медали, которые заработали, то заработали индивидуально спортсмены, не представляя Россию как страну, под белым флагом. Это достижение Путина. Вот. На мои налоги участвуют участники и приносят медали в то самое, в корзину или в почет, в учет моей страны. То есть, я делаю, по крайней мере, в этой сфере получше. Боинг и Airbus частично строятся у меня в России, а Путин сегодня, сегодня заявил, что нужно срочно построить самолет Байкал, и буквально через час заявили, что строительство самолета Байкал отодвигается еще на один год. Это как бы вот сегодня, это сейчас. Ну. Российская космическая компания, то самое, потихонечку распроиздает свои ресурсы, потому что Роскосмос не может платить по счетам, не может, вообще ничего не может. Конечно же, они заявили, что они сейчас будут это самое, пытаться победить Маской, запускать свой космический интернет, и что только они не пообещали, но по факту ничего этого не случится. Роскосмос летает до сих пор на ракетах, которые построены на базе технологий, которые развивались в 40-е годы. И сам Роскосмос по количеству рабочих рук, количеству потраченных денег и килограммов, заброшенных на орбиту, в 83 раза хуже моего соседа Илона Маска. В 83. Такой прорыв, такой разрыв догнать невозможно. Просто-напросто невозможно. Ни на чем. А с учетом того, что Россия просто-напросто не может никакие комплектующие нормально по хорошим ценам достать. Да, нету сферы деятельности, вот вообще нету ни одной сферы деятельности, где Россия может взять, прийти и заплатить денежку и получить комплектующие. То есть самые базовые, компьютер, на котором делается какой-то рисунок чего-то, какой-то ракеты, вот, Россия должна покупать на 30-40% дороже. Это и по серому импорту, и по каким-то схемам. То есть в этом плане, неважно, насколько... Неважно, насколько Россия сейчас, вот, резко так, все в одном порыве, вот, в таком патриотическом, мы все работаем на космическую программу. Нужно в 150 раз улучшить качество всего, чтобы приблизиться, приблизиться к Маску или какой-нибудь другой космической программе. В 150 раз. Это невозможно сделать такой скачок. За сотню лет ничего не сделали. Опять же, где-то в комментариях я видел, я уже упоминал в предыдущих видео, что кто-то хвастался, что вот КамАЗ выиграл столько-то раз Париж-Докар. Я покопался в истории КамАЗа. Его создавали 700 западных компаний. 700. Ни одна, ни две 700. Никто не может взять с нуля, вот так вот, опа, и сделать оборудование, которое будет делать что-то нормальное. 700 компаний. А для сравнения, есть старые грузовики Мерседес, которые, оказывается, Иран по лицензии или не по лицензии производил по сей день. Они как бы, их Мерседес перестал производить в 60-е годы или что-то в этом проекте, или в 70-е. Они до сих пор их пилили 50 лет спустя. Это как бы автопром. То есть, они 50 лет, а вот только сейчас у них появляется что-то новое свое. Опять же, мы этого еще не увидели. Но они решили, что это уже хватит, с этим покончено. 50 лет сидели на месте. Товарищи, невозможно. Импортозамещение в СССР никогда не существовало. И в этом плане, опять же, если мы сравниваем кого-то, то СССР закупала канадскую пшеницу. До последнего момента, пока она не развалилась. Поэтому мы можем говорить что угодно, но я живу в той стране, которая эту пшеницу производит и продает на весь мир. Я, конечно же, дилетант. Да, я эту пшеницу не пашу. Но я плачу налоги, которые ее производят. Потому что скидки фермерам идут именно из моего кармана. А налогов я плачу очень-очень много. Так что я не знаю, как именно сравнивать мое дилетантство с самыми прогрессивными умами России. Но практически все, что я предупреждал и предсказывал, и думал, что будет плохо, оно случилось плохо. Теперь у меня вопрос, на который я хочу маленький ответ. Примерно лет 10 назад я поспорил с своей знакомой, что в 2024 году Россия развалится. Я поспорил об этом 10 лет тому назад. Вот, взял и поспорил. Теперь вопрос. Курская область отвалилась от России практически, ну не целиком, но стремится к тому. И до конца года еще парочку территории отвалятся. А Херсонская область, которую прозвали собственной, также отвалилась от России. То есть тут нарушение конституции во многих параметрах. Конституционно Россия разваливается. Спрашивается. Я поспорил на большую сумму, около 1000 долларов. 10 лет тому назад. Так вот, вопрос. Я выиграл спор или еще нет? Напишите в комментариях, да, выиграл спор или нет, не выиграл спор. Вот мне интересно. Потому что я предполагал, что те тенденции, которые есть, еще 10 лет тому назад, до того, как... То есть мы знаем, что вот нынешняя ситуация и нынешняя война, она не случилась за один день. Это не то, что Путин там, то самое, дал приказ 22 февраля и началось. Нет. Это готовилось за много-много-много лет. Но официально, да, до Жириновского и до того самого, многие знали, да, там Немцов предсказывал, что будет серьезнейшая война и тому подобное. То есть все вот эти вот звоночки люди видели. Я видел это немножко по-другому. Я не предполагал, что это самое Путин и его компания настолько звезданутые, но где-то я могу просчитаться. Но все же, вопрос. Россию можно считать страной, которая разваливается или частично развалилась или нет? Тогда, если большинство скажут да, то я выиграл спор и надо будет просить денежку. Правда, знакомая уехала в Россию, я не знаю, каким образом она мне денежку перешлет. Ну, поживем, увидим. На сегодня все. Всем всего хорошего. Героям слава. Субтитры сделал DimaTorzok